Это видео ждало своего часа 4 года на нашем сайте. И если вы не хотите ждать выхода новой части на канале, то смотрите всю эту серию и многие другие прямо сейчас на нашем сайте. Всем привет! Добрый денючек, вечерочек. С вами The Station. И да, я вот даже куда-то присел. Не побоюсь этого слова, даже в кресло на этот раз. Сегодня у нас будет рассказ о тех, кто присел. Присел. Но далеко не в кресло присели, а если уж руководствоваться нашим черным специфическим юмором, то присели на мосековую бутылочку. И провернулись на ней не раз. В общем, есть такая тема в Warhammer 40 тысяч, как преступление и наказание. Коли взял топор в руки свои, да замахнулся, то знай, что после этого тебя ждет неминуемая расплата. И скорее всего, скорее всего, если ты был гражданским, то тебя, ну вот так, лоботомируют. И будешь потом попу подтирать богатым. Да, к лишнюю своей. А если ты уж воевал-воевал, то тогда тебя ждет трибуна. То ты продолжишь воевать, в принципе. Да, то ты продолжишь воевать. У тебя два варианта. Либо комиссариат скажет, что, да знаете, ладно, мы на тебя потратили уже 16 секунд, и пока я говорю, это уже 17-18 проходит, а 19-й быть не может. И расстреляют тебя. Либо вариант Б. И просвещай-ка про вариант Б. Штрафные легионы войска имперской гвардии, состоящие из преступников, дезертиров, бунтовщиков и прочего отребья. В штрафные легионы попадают гвардейцы, чья высшая мера наказания за преступление была заменена пожизненной службой. Это дикие банды отчаянных головорезов, одна часть которых сошла с ума от ярости, а другая от раскаяния. Выпущенные из камер смертников из-за своих способностей или животного инстинкта, эти подонки составляют самую нездержанную, яростную и взрывную армию во всей имперской гвардии. Что мы сегодня расскажем, собственно, точнее я. Новелла «Деливеренс», в переводе, как я ее перевел, «Освобождение». Неплохо, хоть недоставка. Да. И как раз-таки рассказ будет идти о противостоянии штрафного легиона, точнее его малой части, Тиранидам. Все достаточно прозаично. Что? Автор уже отсекает, как бы огромный пласт работы от себя. Говорит, да ладно, будет все просто. Мы антагониста сегодня будем расписывать такими терминими, как и фрррррррррр. Сам сюжет, на самом деле, очень простой. Типа мы прибежали сюда, а не прибежали... Не спулей. Хотя, что тут спулерить-то? Ну, окей. Ну, была совсем небольшая, там буквально 25 страничек, поэтому сейчас мы по ней пройдёмся имперским нашим шагом, маршем. Итак, с чего всё начинается? Наше повествование начинается с лёгкого, непринуждённого пейзажа саванны. Такое, знаешь, классическое саванна с высокой колышущейся травой, в которой притаился какой-нибудь гепарг, гепарг, готовый броситься за ничего не подозревающей лани. Где-то вдалеке видны джунгли в паре километрах, и достаточно всё так спокойно. Ветер колышет травку. Всё хорошо. На фоне всего этого на холме стоит абориген. Ну, такой, знаешь, классический... Чернокожий, голый. Листочек. Он одет в такую простую одежду шкурную, у него копьё в руке, а он стоит, короче, типа, смотрит вдаль. Зовут его Арак. Араг. И наблюдает он за звёздным небом, потому что действие происходит в такой полусумерках уже. Он смотрит на небо и размышляет о своих простых аборигенских вещах, что, типа, спасибо богам, что не сегодня дали мне поесть антилопу, а вчера я не заболел куклюшем. Так что всё, в принципе, неплохо. Вот. И видит наш абориген падающую звезду. Тут бы впору загадывать желание, но нет, абориген знает, что это значит, потому что миссионеры Экклезиархи уже здесь побывали и окопались, как бы, и они предупреждали на этот счёт. Падает звезда, беги. Да. Звезда, это, естественно, никакая не звезда, это недалеко от него, буквально там метрах в трёх ста падает спора тиранит. Такая. Ох, ни на себе. Ты как будто пересказываешь классические фильмы с 80-х. Да-да-да. Как в «Люди в чёрном», помнишь, там падало? Да-да. Типа. Всё, короче, там падает эта фигня. Он смотрит на это и такой... Неужели это то, о чём нас предупреждали? Пока он рассуждает о бренности первобытной жизни... Имперская гвардия сзади развертывает плацдарм. Ну, не совсем, короче, спора раскрывается. Вываливается из неё ликтор. Я так и знал. Да. А могут даже не спрашивать, на самом деле. Да. И исчезает в тумане. Нет-нет, в смысле, Агар на него смотрит, он это видит как? Вылазит на фигня с ногами. У него там куча лап, и впереди ещё четыре лапы. А она, короче, вылазит, смотрит на него, на Агара. Агара смотрит на неё. Искра, буря, пожрание. И она такая. Завтрак. И скачет на него. У неё горящие красные глаза, которые буквально... Она как Ка, короче, из Маугли, вводит его в транс. Он не может пошевелиться и просто смотрит на неё такой... Это же монстр из пустоты, о котором нас предупреждали. Вот. И ничего не делает, просто стоит и втыкает в неё. Она на неё упрёт, короче. Типа, знаешь, как товарняк разгоняется. Типа, он видит, что вот эти две лапы с когтями и мечами... Ага. Манкиск. Мечами. Да. Они тоже опускаются к земле, и она прям скорости себе добавляет. Типа, ух, сейчас перекушу. Знаешь, такая возьмёт. Вот такая... Спасибо. И, собственно, всё. Он, в принципе, уже просился с родственниками и готов был отправиться дальше в свои загробные миры. Но в это время за пределами его видимости он слышит какой-то грохот на грани вот этого своего слышимости вот этой трансовой. И просто много-много лучей света врезаются сбоку в ликтора, опрокидывают его, он там кувыркается, визжит везде, и хор, кишки, и куски ликтора разлетаются в стороны. Он такой... И в этот момент он выходит из ступора, поворачивает в голову и такой... Это же небесные люди пришли меня спасти! Боги услышали мои молитвы! В сафари. Да. И дальше уже повествование начинается от лица лейтенанта Кейджа. Это, собственно, лейтенант штрафного легиона, который со своим отделением в это время прогуливался мимо и увидел, собственно, ликтора. Совершенно случайно. Да. Совершенно случайно. Нет, не случайно. Суть в том, что они сидят на этой планете, короче, они по стелсу. И на планету падают споры ликторов, короче, они как разведчики. И те их уничтожают, чтобы они не успели передать улю, что здесь есть что покушать. Семь лет кустом притворялся. Да, да, да. Момент настал. Неплохо. И он говорит, что этот тупой абориген даже не двинулся, когда на него мчался этот ликтор, короче, поэтому мы просто тупо прошли мимо него. Он там, типа, упал на колени и начал славить нас как волшебников, хотя для них, типа, даже обычный, типа, солдатский нож, что-то магическое и за гранью реальности, потому что у них там каменные копии, короче, простые луки вот эти простятские. Короче, типа, фиг с ним. Бежит, собственно говоря, это полис кусаванное отделение имперской гвардии штрафников и химера их сопровождает. Ну и, собственно, она из тяжелого болтера и фигачила, как бы, по этому ликтору, и они там еще с лазгана добавляли. Рассыпалась днивым построением и просто всаживают батареи из лазгана, потому что тиранитом дергается, визжит, орет из него ромки. В бедную тварюшку. Да, да, да. Все, короче, она перестала дергаться. Кейдж такой, типа, все, прекратить огонь. Все останавливаются, он подходит к тираниту и такой, ну, надо убедиться, что эта тварь мертва, потому что они, на самом деле, чертовски живущие собаки-то. Все же об этом знают. Достает лаз-пистолет и просто шесть раз ей стреляет в голову, типа, такой, сдохни, сдохни, сволочь. Все, нам башка разлетелась, все, он там лапкой одной уже, знаешь, такой просто по земле скрипет. Побойся бога, тварь. Да, да, да. Что ж творится-то? И Кейдж, значит, смотрит на это дело и такой, вот, если бы это был обычный зверюга лесной, тут бы уже, говорит, кружили над ним, короче, вороны и начали бы сползаться мелкие падальщики и прочее. А к тираниту, говорит, даже никто приближаться не хочет, настолько они противоестественны этому миру, настолько они мерзкие, отвратные существа. Все, короче, они, значит, допинали труп, там, поглумились над ним. Трафники же они, как бы, ребят своеобразные. И он такой, все, говорит, отделение, давайте на броню, короче, и по домам, на базу. Они, значит, идут к Химере и тут его останавливают. Два его сержанта останавливают и говорят, слушай, Кейдж, дело такое, маза есть. Он такой, что? Они такие, ну, смотри, мы в двух километрах от Джунли, поэтому, говорит, сколько можно гнуть шею на нашего этого генерала, короче, который нас постоянно в самую задницу кидает, где мы там деремся на ежедневное смерть. Просто давай сядем на Химеру и нахрен свалим в лес. Нас там никто не найдет. Можно там есть бананы, пить кокосы, жить, как бы, наслаждаться жизнью, собственно говоря. Ну, чунга-чанга, филиал. Да, 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 да. Кейдж на них смотрит такой, ну, говорит, вы, ребята, и дебилы, конечно, вот, типа, вообще недоразвитые. Они такие, почему? Он такой, объясняю. На планету вот-вот вторгнутся тираниды и будут жрать все. А вы предлагаете сидеть в джунглях под открытым небом и есть бананы в это время. Но, говорит, проблема в том, что когда они сожрут все основное... На определенном этапе банан съест тебя. Да. Для тираниды это будет обед фаршированный бананом. Так что особо, как бы, смысла нет. Поэтому, говорит, я, на самом деле, типа, думал, что я гораздо лучше вас обучил, что, типа, у вас эти мыслишки-то дурацкие, из головы вы давно вылетели. Вот. И, ну, он видит, что сержанты у него такие... Сначала были такие напряженные, типа, давай, давай свалим отсюда. А тут, типа, говорит, я увидел на их лицах проблески осознания того, в какой заднице мы, собственно, тиранидской оказались. Он говорит, что... В крайнем случае, говорит, типа, я вас не держу. Можете пиздошить в лес. Пожалуйста, вон там джунгли. Но, говорит, химеру я заберу. Потому что, если я приду на базу без своего отделения, еще и без химеры, как бы, генерал мне, скорее всего, лазган в заднюю тут запихает. А тут хотя бы химеру сохраню. А вы, типа, так, расходный материал, в принципе, не критичный. Они, типа, да ладно, ладно, что, начнём-то. Мы так чисто спросили. Мы проверяли тебя, ты молодец, прошёл тест. Он такой, а, ты знаешь, ваши тесты, как бы, вилка раз или лазганом в глаз. Всё, мы поехали на базу. Войфе хернию мается. Они, значит, пакуются в химеру. Пара аборигена про это всё же забыли. Он там убежал по своим делам аборигенскими. Два камня постучать друг об друга, типа, классно. Нарисовать на каком-то скале о подвигах. Да, и едут они, собственно говоря, на базу. База как раз-таки и называется Deliverance, освобождение. Что там, собственно, есть? И рядом с ней находится, по сути, это укрепление, которое гвардосы быстренько-быстренько построили вокруг церкви Эклезиархи. Ну, понятно. Да, там был небольшой миссионерский пункт, да, и рядом деревня аборигенов, и вокруг него вот шандарахнули эту крепость небольшую. Они туда приезжают, собственно, видят, что. Ну, Кейдж сразу шлёпает генералу, типа, там, доложить, что всё, угроза устранена, мы молодцы, дайте вафельку. Какие у них поощрения в штрафном регионе, типа. Спасибо. Да. Ну, спасибо это, если ты прям уж совсем постарался. Типа, я там Абадона штык-ножом ткнул, я такие, спасибо. Значит, что в этом лагере находится? Там находятся три сотни штрафников, там находятся две тысячи аборигенов в этой крепости у них, ну, там тоже помогают укрепляться, и находятся 150 сестёр битвы. Причём там очень интересно потом дальше, я расскажу, как они вообще туда попали. Он приходит, получается, в ставку командования, вот в церкви, там, быстренько у них поставили столы, стулья, типа, вот, что, типа, всё, ставка командования. Там у нас наш полковник Шафер сидит в ставке командования, и туда приходит наш лейтенант Кейдж и ещё два лейтенанта, которые своими сотнями командуют. И тут Кейдж, получается, они сидят на совещании, Кейдж залипает в окно и думает о своём. Красиво. Да-да-да. Он видит, типа, там, как всё с три битвы, что-то, бегают, молятся, прыгают, короче, там, быстрее, выше, сильнее. Видит, как он, гвардосов, говняк, пошатся, там, аборигены, вообще не выращивают чулку, происходит, им просто сказали, вот, типа, направляй лук, воюй в ту сторону, в случае чего. И он смотрит на лейтенантов и такой, один из них, там очень редко рассказывается о том, как вообще они попали в штрафной легион. Просто они так абстрактно, что, типа, совершили преступление в гвардии, их отправили. Ну, там был один лейтенант, очень смешной, типа, он маленький, щупленький, такой, с зализными волосиками, куцами. И он такой, я, говорит, смотрю на него и поверить не могу, что этот человек, будучи лейтенантом уперской гвардии, астромилитарум, сжёг церковь Клизиархии, а предварительно её ограбило. Я, говорит, во-первых, я не понимаю, как у него хватило яиц это сделать, во-вторых, почему Клизиархия, как бы, вообще сохранила... Почему он живой? Да, почему, говорит, почему его голова не на пике, говорит, а кишки не на дороге? Но, тем не менее, вот он попал в такую... Потому что он не сказал, где награбленное. Он ещё пригодится. Ковник Шайфер говорит, что, ребята, мы в дерьме. Легейн. Да. А именно, тираниды приближаются к планете, разведка, точнее, нашей зачистки разведчиков, на самом деле, не принесли особо плодов, потому что, да, чуть-чуть отложилось вторжение, но, тем не менее, какой-то ликтор всё равно там где-то проскользнул, подслушал, короче, и передал своим. Постоправил такого голубя тиранида за нанесение. Подслушал. Подслушивая тиранид. Так. И что улей вот-вот брякнется на планету, и пора бы, собственно, драться. Единственный, говорит, момент, что есть и хорошая новость. Мы связались, короче, с нашими коллегами в космосе, и через 48 часов сюда прибудут два полновесных полка имперской гвардии. Ага. И, как бы, в принципе, это устоять. На закуску. Да. Устоять, говорит, типа, мы сможем дать сопротивление. Единственный шанс, штука, говорит, что надо продержаться 48 часов, а дальше всё будет уже немножечко полегче. Классика. Вот. В принципе, всё местное население, вот эти там несколько тысяч аборигенов, они согнали в эту крепость и будут, в принципе, играть от обороны. Коммент-поинтов нет, но вы держитесь. Да. Так что, говорит, мы занимаем позиции на стенах. Основная задача это, конечно, удержать ворота. Там, короче, стены у них 13 метров, короче, таких пластин укреплений. Всё, говорит, стоим на стенах. 13 футов. Сори, прошу прощения. 13 футовые стены, говорит, мы там окапываемся. Основная задача это удерживать ворота. Всё, битвы будут стоять на одной стене, а пацаны с аборигенами на другой стене, типа, и вот я с отделением буду стоять на воротах. Я буду вратарь. Держать буквально-таки. Руками. Да. Собственно, что они делают? Они ворота подпирают химерой, чтобы их не открыли. На башне, получается, стоят хвтхи, там, с автокэнонами. И вот такой примерно план. Будем играть от обороны. Так. И, ну, а Кейдж, он говорит, типа, Кейдж, твоё отделение. А, ну, и говорит, типа, вот, вопрос есть? Кейдж, говорит, ты будешь, типа, стоять со своим отделением в резерве, внутри крепости. Говорит, если где-то понадобится помощь, где-то тебе начнёт прорваться, ты быстренько, типа, с пацанами туда прибегаешь, устраиваете резню и скачете обратно. Ну, типа, на скамейку запасных. Вопросы есть? Кейдж такой, говорит, да, в принципе-то, говорит, вопросов нет особо. Только у меня один вопрос, типа, а что тут делать с устребитвой? Они вообще как тут оказались? На планете нет ни хрена. Только есть вот куча аборигенов, и они... Шафер такой, говорит, ну, типа, я с ними поговорил, они, как бы, отчитываются в зелиархии, мне ничего не сказали, да и не обязаны, как бы. Ну, типа, я посвятил наш план, им всё понравилось. Они согласны защищать... Берут. Да, они согласны ещё защищать западную стену. В принципе, всё. Это всё, что тебе нужно знать. Он такой-то, типа, ну, окей, ладно. Как бы мы, ребят, служим и вопросов не задаём. Как бы мы исполняем. В общем, они... Ну, выстраиваются, занимают боевые посты, и буквально через пару часов начинается то самое вторжение. Он стоит, смотрит на небо, короче, как споры начинают падать. Типа их там сотни, сотен, сотен спор, там тысячи падают с неба, и он такой... Если бы, говорит, это были не тираниды, это было бы даже красиво. Просто очень большой, метеоритный дождь. Есть, говорит, легенда, что когда падает звезда, нужно обратить свою молитву к императору, и он услышит тебя, в нем твоей молитве. Сегодня, говорит, я решил оптом за все эти падающие звёзды, говорит, помолиться только об одном, чтобы они перестали падать. Ну, видимо, говорит, у императора были какие-то другие дела, он меня не услышал, так что споры как сыпались, так и сыпятся. И вообще, говорит, скорее всего, у меня, типа, уже больше нет прав доступа к императору, потому что я весь такой штрафник-ублюдок. Вот, а он такой достаточно самокритичный джентльмен. Он такой, да, я знаю, что я урод, я знаю, что я штрафник, короче, ну, ничего с этим уже не поделать. В общем, стоит его отделение, падают споры, начинается штурм. Падают споры, ну, и пусть зато белее свет. Так, начинается штурм. Мне нравится этот рассказ уже, я прям чувствую темп повествования. Да, самое интересное, что он ничего не видит. Он же стоит внутри крепости, и он такой, я просто слышал, выстрелил, там что-то бегают, орут, как бы, слышал вопли тиранидов, как бы, все, больше нихрена не понимаю. Да, и там еще есть забавный момент, он смотрит, как всестры битвы, там, хреначат под стену, короче, своих болтеров, и он такой, ну, и полковник каферу ему говорит, что, типа, если я вам понадоблюсь, я буду в самой гуще сражения, буду, короче, ворота оборонять, так что ищите меня там. И он такой, да, говорит, этот старый чертяков всегда почему-то лезет в самое пекло. Ну, потому что он самый крутой. Да, я, говорит, не понимаю, почему, потому что, ладно, мы, типа, мы там ублюдки, дезертиры, штрафники, там, упыри, убийцы, мародеры, воры. Я почти весь уголовный кодекс сейчас империума перечислю, но не суть. Почему, говорит, зачем это нужно генералу, говорит, постоянно в самое пекло лезть, говорит, скорее всего, потому что он псих. Потому что он крутой полковник. Ну, вот он, он считает, что он псих. Модельчик, видел его? Да. Потому что, говорит, я, говорит, на свете больше всего боюсь тиранидов. Потому что они вообще, типа, ну, они сражаются, типа, ну, типа, нам невозможно их понять. Если орки дерутся там за территорией чисто по фану, то тираниды просто хотят кушать постоянно. Поэтому, как бы, они вот волнами натекают, и ничего ты с ними сделать не можешь, как бы, хоть и очень хочешь. Но, говорит, на первом месте перед тиранидами у меня стоит полковник, потому что я его очень сильно боюсь, потому что он всегда, говорит, спокойный, он всегда одет с иголочки, он всегда выбрит, у него всегда холодный взгляд, и, типа, ему вообще вот на все вокруг происходящее. Он только, типа, сейчас шашкой рубанул, подвези меня поближе. Ну и все, собственно говоря. Он смотрит на все это дело, смотрит, как сестры отбиваются, и он такой, да, да, сестры молодцы, они тоже все такие спокойные, типа, невозмутимые, молятся там, типа, поют свои гимны. Но, с другой стороны, говорит, дайте какому-нибудь из штрафников силовую броню и болтер, как бы, и он тоже покажет, что он не пальцем деланный. Причем очень интересно, что я всегда думал, что штрафников, знаешь, снаряжают всякой херней. Ну, типа, что там от нормальных солдат осталось. А тут у них, как бы, и хэви болтеры, тут у них и ласкэноны, как бы, они с собой таскают. Ну, то есть, ну, в принципе, хорошее такое боевое отделение, эффективное. Все, короче, идет битва-битва, и тут он видит, что на восточной стене, напротив все стер битвы, короче, солдаты закончились. И лезут тираниды. Он такой, пацаны, пришло время умирать. Они в свое отделение называют последние... Last Chancers. Да. Последние канцлеры. Канцлеры? Да. Последние канцлеры? Ну, я так, по крайней мере, перевел. А, Last Chancers. Ну, это скорее... Последние шансеры? Последние шансеры. Да. Шансонье. Последние шансонье. В общем, отделение последних шансонье. Последние шансеры. Он такой, шансеры, пришло время умирать, собаки такие. Достает, короче, свой пиломеч, ласк пистолет, и такой, за мной, кучеревые! Какая осень в лагерях. Да, да, да. Просто они забегают на эту стену, начинают, они там бегут, на ходу, там, в автоматическом режиме поливают этих тиранидов. Кидают нидов на запретку. Да, да, да. Они такие, тираниды такие, бля, зэки прибежали с пушками. Начинается свалка, короче, они, причем, у них прикол сразу в ближний бой, короче, стрельба на слева слабакова, давайте рубиться, почем попало. Так. Начинается свалка, там, он пиломечом, там крошит, он прямо как заправский космодесантник, знаешь, такой, типа, я, говорит, одного, потом второго, третьему, короче, харкнул в лицо, он со стены упал. И все, идет битва, и тут... Сбил настрой тираниды. Да, да, да. Тут со спины его хватает один из тиранидов, короче, своими когтями, еще, жвалами, вот эти... Косовидные, может, когти? Нет, он, типа, вот так, как крешненька, кусь делает, кусь по всему телу. Жень какая. Поднимает его в воздух, говорит, его, говорит, горячий язык, короче, фигачит у меня по шее, и я такой, может, ко мне? И он чувствует, что, типа, бронет, погружаются в бронежилет, ему, типа, начинают рвать вот этот керамид, он такой, все, походу, отвоевался. Пытается там, ласкистолетом, что-то сзади подлезть, и у него не получается, он просто обухом мяча стучит ему по башке, такой, типа, отпусти меня, пожалуйста. И просто... Фу, фу, блядь, фу. И тут подбегает, короче, один из его отделения, и штыком просто с ласгана... Протакает его. Нет, он проникает тираниды, короче. Тиранид, естественно, отпускает Кейджа, тот падает, поворачивается, такой, только хочешь сказать этому чуваку спасибо, в это время подбегает другой нит, короче, просто как тем ему лицо снимает, короче. Тут падает, он такой, ну, ладно, спасибо, значит, можно не говорить. Спасибо лучше. Все, они, короче, дюйм за дюймом они отвоевывают стену, двигаются вперед, там, кровь, кишки, гвардеец, тираниды, все смешалось, люди, кони, ядра, короче, все как надо. Он заглядывает за стену и видит, что они забираются по горе трупов, короче, ну, знаешь, как в этом, с Звездной десантом они там, так же штурмовали эту фигню, вот, типа такого же. И он такой, вот здесь очень интересно был момент, когда я читал, он постоянно, ну, он хочет кинуть гранаты, фраг гранаты, но еще он постоянно ругается, короче, он говорит фраг, вместо фраг, он говорит фраг. Да. Я такой сижу, но я не понимаю, то ли он ругается, то ли он гранаты просит, короче, он такой фраг, фраг. Ну, остальные, видимо, его поняли, короче, потому что начинают вдергивать гранаты и кидают туда вниз. Естественно, все это взрывается, куча это обваливается, чтобы тираниды новые не лезли, но подбегают уже модифицированные ниды, короче, они быстренько эволюционировали. Неплохо. Они, короче, начинают запрыгивать на стену. И, ну, их там чуть немного, они там отстрелили, большая часть, порядка 30 их запрыгивают на стену, опять начинается месиво, и еще один чувак из их отделения, он хватает, короче, одного из нидов, тот протыкает его своей кришней, в это время на него бросается другой, он, короче, хватает их обоих, переваливается с ними через стену, типа такой, заводовая, и улетел. То такой, ну, мужик, красиво ушел. Все, атаку они отбивают, ниды такие, типа, убегают обратно в джунгли, они такие, да, жестко, конечно, было, но мы им задали нихреново так. И приходит полковник, он, короче, весь там тоже в кровище, в дерьмичи, в ихоре, и Кейдж такой, я, говорит, вижу, что вся кровь не его, весь ихор тоже не его, на нем вообще, говорит, нет ни царапинки, и тут, говорит, у меня по позвоночнику побежали, мурашки, мурашечки. Какой мужик. Да, какой мужчина, что он творит вообще? Он такой, типа, Кейдж, он такой, да, сэр, он такой, сейчас придут огнеметчики, трубов за стену, своих чужих, похеру. Он такой, так точно. Все, они быстро скидывают, он такой, раненых, которые могут драться в ту сторону, которых не могут. За стену. Финка в бок и за стену. Ну да, он такой, типа, дай им милосердие императора, короче, и тоже давай за стену. Он еще такой, да, говорит, вот так вот, так и служим. Не тебе спасибо, Кейдж, не тебе молодец, что удержал стену, просто еще больше приказов. Все, он выкидывает трубаки за стену, приходят огнеметчики, все это зажигают, там, типа, кости, все там бугливается, он такой, хорошо. Спустя пару часов они опять вставки, они, они что-то внизу копошатся, еще там жрут тушенку, ну, как обычно, перевооружаются, Кейдж пошел искать полковника, типа, что дальше-то делать? Типа, тут нам стоять или куда-нибудь пойти погулять, мы же без команды-то не могем. Выходит, типа, там, ворота крепости открылись, чтобы огнеметчики расчистили, и стоит, короче, шафер и спорит с престом, со священником Экклезиархи, тот, короче, видит, как гвардосы дарят милосердетам друг другу ножами, он такой, полка, ну, как так-то, эти люди, их же можно было вылечить, типа, ну, да, они, типа, полежали бы в лазарете пару дней, ничего, клемались бы, он такой, слышь, поп, тут, как бы, война, мы служим императору, как могем, и вообще, говорит, какого хрена ты жалеешь эти отбросы, это убийцы, говорит, мародеры и прочая хрень, их, говорит, жалеть не надо, они просто мясо и солдаты, мы простых-то гвардейцев не очень жалеем, а тут это отребие, он такой, типа, ну, они, говорит, их осудили, они попали в штраф, ну, в штрафники, Экклезиарх такой, только император вправе судить, кто прав, а кто нет, полковник такой, ну, это происходит после смерти, а мы, как бы, просто ускоряем процент, чтобы побыстрее встретиться императора, чтобы он там молотком, короче, кто виноват, а кто нет, ну, типа, убивай всех императора своих отличит, своих рассудит, да, подходит Кейдж, он такой, Кейдж, да, сэр, что ты тут бродишь, он такой, да я вас искал, он такой, нехрен меня искать, это, говорит, была только, в ушах стволов и мясо, тот такой, да, он такой, чё да, Джигурда, иди давай, строй отделение своё, тут, короче, говорит, сейчас будет, говорит, через два часа сядет солнце, навинника они будут атаковать в темноте, давайте, быстро, фонари там, блять, лампочки, прожектора, всё поставим, факелы, да, факелы, я, говорит, буду на воротах опять, мне кажется, там на комнате, это, что-то мало мяса, приоткрыть ворота, короче, начинает садиться солнце, опускаются сумерки, там уже типа ночь, опять споры сыплются с неба, всё красиво, дорогу богато, Кейдж, начинаешь на стене, уже типа их перевели на стену, потому что резерв закончился, и у них стоят прожектора, он такой, темно, не видно, ни хрена, 70 метров видимость, дальше ничего, они там уже стоят, знаешь, такие, вот это, вот их, короче, а я, говорит, их даже не вижу, какого хрена, снимает один прожектор со стены, короче, что-то там его подшаманивает, такой, как у бэт-луча, короче, луч бьёт дальше, а там просто тираниты, короче, по-пластунски, по траве, знаешь, в траве, ползут, он такой, бля, фраг, алярма, да, там типа, есть контакт, стреляй в ту сторону, пацаны, ну, пацаны, как бы, два раза просить не надо, начинают наваливать, ниды начинают тоже наваливать, короче, а они стоят на стене, но не на воротах, одну из стен обороняют, начинается опять битва, опять они там рубят этих тиранидов, Кейш вообще стрелять не любит, ему больше его нравится, жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Всё, короче, идёт месиво, и вот тут он поворачивает, и он говорит, что на этот раз серьёзная битва, потому что здесь уже войны пошли, ликторы ползут, и, возможно, где-то даже тиранули, знаешь, в кустах такой. Потихоньку. Не я здесь главный герой, нужно быть аккуратным. Как в этом, в «Пиратов крипском воле» он такой, он капитан, не я. И тут он говорит, я вижу, как на одну из башен ворот, а генерал, короче, полковник, полковник, у него был пистолет, силовой меч, и он там, типа, вот, он просто идёт, короче, знаешь, он прорубается сквозь середины, там вообще по сторонам не смотрит, никто его не может даже коснуться, он там как заправский джедай, короче, всё это расшвыривает, всю эту мерзость тираницкую, и он видит, как на одну из башен забирается тиран Улья, такой ревёт, и в это время кто-то начинает высаживать ворота с той стороны, там, бум, штораном как будто их бьют, химера такая, ик, 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 ползает в сторону. Он такой, чё там интересно такое? А они с отделением уже спустились вниз, и как бы готовы, переформировались, короче, и такие, сейчас опять в бой полетим. Залазит, короче, тиран Улья на башню к полковнику, полковник такой, ха, зато сложно промахнуться, и начинает его, короче, силовым мячом хреначить. Параллельно ещё оборачивается, такой, Кейдж, давай своё деление ко мне, повеселимся, как в последний раз. Кейдж такой, принял, понял, такой, ну чё, парни, погнали! Бежит такой, урааааа, поворачиваются, парни стоят такие, типа, не сегодня. Такие, как в этом, чё? Он такой, чё встали-то? Бежим, убиваем. Тут его сержант такой, Кейдж, это, мать твою самоубийство, ты посмотри на этого тирана, он размером с домом, чё мы ему сделаем? Воровских накологом он объём, пока он полковника жрёт, вот чё, чё, мы не можем, чё мы противопоставим, да, да, да. Кейдж, короче, понимает, что опять зреет бунт, опять не повиновение на корабле, и он такой, так, пацаны, смотрим в ту сторону, а в той стороне, короче, опять вспышки, падения, он такой, а, ну ему говорят, Кейдж, давай просто, все-таки, может, прыгнем к Химеру и нахер его все, да, просто выйдем огородами, дубль два, дубль два, да, он такой, видите эти вспышки, это падают новые споры, ну ему говорят, все, битва проиграна, он такой, если падет освобождение, мы в любом случае все умрем, но если мы продержимся, есть шанс, что придет подкрепление, и все мы будем жить долго, богато, и как император завещал, ему такие, ну это какая-то дичь, агитпроб какой-то, да, 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 он такой, так, говорит, давайте по-другому, я иду сражаться за императора, потому что я мужик с огромными шарами, говорит, у кого еще огромные шары, позвякали вместе со мной дальше, а те, говорит, кто трусливые мальчики и хотят сдохнуть в открытом поле, лежа на пузике и плача и зовя мамочку, те могут идти нахер отсюда, и это срабатывает, отделение такое, да, мы мужики, мы не мальчики, бегут вперед к этим воротам, ну короче, пока он их очень долго уговаривал, ворота нафиг слетают с петель, химера просто кувыркаясь катится по лагерю, взрывается нахрен, и в огне Прометия просто в крепость залазит, он такой, эта фигня, говорит, была 4 метра в высоту и 4 в ширину, заходит тиранит-квадрат, короче, такой, тиранит-квадрат, тиранит-кубик, и он такой, я думаю, что сейчас будет какой-нибудь типичный бой с ним, что все отделение там ляжет, его убивая, он, не, он такой, там, грубо говоря, Джонсон, он такой, я, он такой, ласпушку, вон туда, пью, пф, тот такой обставит ласпушку, эта херня, короче, начинает реветь, открывает пасть, и он такой, просто в пасть есть пасть, и стреляет из ласпушки, там взрывается, короче, падает грудой мясо, и он такой, как помидор, да, он как, сделала, а чико, там отстрайк, вот, и в это время через ворота, через труп этой фигни начинают валить еще типа ниды, и он такой, давай за императора, в штыковую, мужики, и они такие, типа, ладно, зачем, там уже это, да, там, полковника уже не видно, там просто он что-то там скрылся под тушей тирана, там непонятно уже, что происходит, они просто разбегаются, врезаются в эти первые ряды, короче, нидов, начинается супер рукопашное, и он такой, мне там проткнули ляху, проткнули плечом, но я не почувствовал боли, потому что адреналин запал. Да-да-да, я их там туда-сюда, короче, мне руку откусило, я взял её и как давай ему по морде бить, типа кого кусаешь, смотри, ну. Зверя не доел, сука. Короче, Кейджа зафигачили. Ну как зафигачили, он, короче, уже без сил падает на колени, тираниды уже не едят его, они такие, типа, с этим дебилом лучше не связываться. Они просто его оббегают, и он такой чувствует, как об него трутся сотни тел тиранидов, просто пробегая мимо, и он такой, типа, всё, я устал. Но зато, говорит, если я всё-таки сейчас помру, а я сейчас помру, император как бы наверняка скажет, ну, not bad. Not bad, да. То есть, всяко-всяко, не зря. Посмотрим, что там будет дальше. Не напрасно было. Он, короче, падает без сил на спину, лежит, у него там половина лица залита кровью, один глаз не видит, рука не дверь. Всё, короче, он в щи просто раздолбанный. Он теряет сознание, и такой, сквозь дымку без памятства, я видел, я слышал какие-то отрывистые приказы, крики. Потом, говорит, я приоткрыл свой один здоровый глаз, чтобы хоть он и фингалом заплыл. И я, говорит, вижу, как мимо меня проезжает три лемонраса, и просто хреначат из всех орудий, солдаты бегут. И я такой, ну, подождите, у нас же не было лемонрасов. Это же подкрепление. Короче, всё, он опускается в забытье. И приходит он в себя в лазарете. Там же на базе освобождения он приходит в себя, он как мумия весь бинтами покрыт, короче, там один глаз залеплен ваточкой. Вата и зелёнка наше всё. И, ну, он видит, что солдаты там таскают трупы, сжигают нидов, короче, сжигают не нидов, всех сжигают, короче. Лемонрасы катаются, всё, говорит, нормально. И я, говорит, вижу, как мимо кояк, короче, идёт Шайфер. Идёт, короче, он мимо нас, и он видит, что я не сплю, что я пришёл в себя, подходит ко мне. И он, причём, знаешь, такой, типа, вот, классическая киношная сцена, светит солнце на него, он встаёт, типа, на фоне солнца. Против солнца, да, 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 чёрный. И он не видит его. И полковник, он такой, Кейдж. Кейдж! Да! Бля, больно! Больно кричать, сэр! Он такой, я видел. То есть, пока он дрался с тираном улей, он ещё успевал по сторонам смотреть, типа, что там происходит. Он такой, я видел, что мужики предлагали тебе Сибаса отсюда, на Химере-то. Он такой, да? Он такой, почему ты не побежал? Он такой, куда? Химера взорвалась. Во-первых, просто, говорит, ну, типа, я понимал, что если мы бросим базу и уйдём, нам, в любом случае, в поле сожжут. Куда мы пойдём? Нам некуда было деваться. Он такой, хорошо, говорит, а зачем ты им наврал про споры? Короче, в чём суть? Когда падали в споры второй раз, он видел, что эти споры не просто брякаются на землю, а у них есть посадочная траектория. И он понял, что это подкрепление. На Лакигвардии прибыли. И он такой, ну, смотри, товарищ полкан, если бы я им рассказал, что подкрепление прибыло, и мы вот-вот спасёмся, нас бы убили. Потому что у них была бы, типа, призрачная надежда на выживание, и они бы дрались никак в последний раз. Но, говорит, я лишил их этой надежды. Я им сказал, что всё нам кобзда. И, типа, зверь, загнанный в угол, сражается с удвоенной яростью. Полковник, он такой, ах, как сказал. Мой мальчик. Красава. Лишать заков надежды и отправлять на убой. Моя школа. Как штрафной кодекс завещал. Да. Ну и всё, он встаёт, начинает уходить, и он такой, шофер, шофер. Он такой, да, лейтенант. Он такой, есть ещё причина, по которой я отказался умирать. Он такой, какая же это, скажи. Он такой, хотел посмотреть на вашу смерть, сукин ты сын. Почти. И он такой, я не хочу доставить вам удовольствие, чтобы вы увидели мой труп. И, типа, тут занавес такой, пау, пау, взрыв, красиво всё, ух, бля. Ну и, в принципе, на этом и всё. Так заканчивается. Никакого уважения к людям, сэр. Никакого уважения к людям, мальчик. И ушли. На этом заканчивается новелла Deliverance. И вот такая новая. Да. Она, в общем, к этому книжки. Там новая книжка выходит Last Chancers серии. И это, видимо, к ней подводочка будет. Но она смешная. Я ничего не могу сказать. Она реально забавная, смешная, потому что ни одним Сан-Димитчеллом и его этим, о-о-о, кайном. Ну, она написана на серьёзных вещах. Серьёзно. Да. Но она смешная. Но она опять гипертрофированная. Конечно, она смешная. Там всё время всё смешно было с ними связано. Не знаю, я без улыбки не могу на это смотреть. Мне такой ещё ебучка такая у этого шафера. Всегда гладко выбридная. Знаешь, нахер мой третий день хаосит. Он такой ещё. Повер шашкой. Не, хорошо. Классно, смешно. Если вам понравилось, можете проголосовать. Написать хочу по полной книжку. Там штрафников ещё много. Да, там их реально очень много. Там их реально много. Про них написано довольно много. Это и интересные книжки, как старые. Есть только новая, третья, что ли. Про них уже. Но это интересно. Интересно. Мы тоже поиграть можем. Да, что ли? За штрафников. Соблазни. Всё, спасибо вам, что посмотрели. Спасибо, отче, что рассказал. Это было смешно. Мне понравилось. Я вернулся в старые добрые времена. Четвёртая редакция, когда бы они даже играть можно было. Они мне, сука, на твою меру, аватара мне убили. Ненавижу это давно. Какие-то ублюдки. Эгэшнички запихнали моего аватара. Бога войны. Ах, обидно было. Но смешно. Всё. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok